Баскетбольный фестиваль Праздничный концерт к 8 марта На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2638 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Турбогенератор номер 6 третьего энергоблока находится в плановом текущем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней марта составила 571 миллион киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 29 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 3,7 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 188 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В городе Смоленских атомщиков завершился международный баскетбольный фестиваль, посвященный 75-летию атомной промышленности. Он объединил более тысячи десногорцев и гостей – юных спортсменов, преподавателей, родителей, активистов. Мероприятие проходило в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Спортсмены, баскетболисты принимают активное участие в жизни, в жизни города. И все спортивные мероприятия, которые будут проводиться в текущем году, они все будут проводиться под знаком юбилейного года. В Десногорске мне всегда приятно бывать, потому что здесь это серьезно. Особенно приятно, когда семьи, не только мальчики и девочки занимаются спортом, но их родители, их бабушки и дедушки, папа и мамы приобщены к этому замечательному движению. Город Десногорск четыре года назад стал первым, где стали играть баскетбол 4 на 4. И благодаря этому сегодня не только Смоленская область, но и все города присутствия АЭС проводят аналогичные чемпионаты. В баскетбол 4 на 4 играют школьники Островца, Республики Беларусь, венгерского города Пакш и Абхазии. В Смоленской области на первом этапе чемпионата в 27 муниципальных образованиях приняло участие порядка 5,5 тысяч школьников. Очень приятно, что наши олимпийские дни, которые сегодня стартовали, как всегда и в очередной раз в городе Десногорске, они охватят 9-10 территорий присутствия наших атомных станций. Баскетбол в Десногорске развивается не только баскетбол, а все виды спорта. Это воспитывает и дисциплину, и порядок, а здоровый образ жизни должен быть присущен каждому человеку. В рамках фестиваля более 100 школьников Десногорска приняли участие в отборочном чемпионате 4 на 4. Победители команда школы номер 1 в обеих возрастных категориях примут участие в областном чемпионате. Также состоялся расширенный педагогический совет, в котором приняли участие директора садов, школ, учителя физической культуры Десногорска. Они наметили дальнейшие шаги по развитию физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. В частности, создание дополнительных классов здорового образа жизни, развитие спорта на базе летних оздоровительных пришкольных лагерей, повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов физической культуры и тренеров. На торжественном собрании педагоги, ветераны, активисты спортивного движения, которые вносят вклад в развитие спорта и привлечение детей и взрослых к здоровому образу жизни, были награждены кубками, медалями, грамотами и комплектами учебно-методической литературы от Баскетбольной Академии Олимпийских чемпионов братьев Гомельских. Мечи и мини-корзины подарили детским садам «Дюймовочка» и «Лесная сказка», где есть баскетбольные группы. В год 75-летия Великой Победы участники баскетбольного фестиваля почтили память воинов Великой Отечественной войны, возложили цветы на мемориальный комплекс «Курган Славы», посетили ветеранов. Глава муниципального образования Андрей Шубин вручил им юбилейные медали. 5 марта творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС подготовили для десногорцев праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Душевные песни, яркие танцы стали настоящим подарком к празднику. Каждое выступление коллективов зрителей провожали бурными аплодисментами. Видеоряд, который демонстрировался на новых экранах зрительного зала «Цессоний Трина», создавал атмосферу тепла и весеннего настроения. «Летите, белая душа! Летите, белая душа!» Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 12 марта в 12.00 в выставочном зале Историко-Краевещевского музея открытие выставки декоративно-прикладного творчества ветеранской организации Смоленской АЭС. Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете знакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok